и снова здравствуйте всем привет итак давайте добавим статики динамику как это будем делать так звуковая дорожка вниз по кадровку можно немножко уменьшить все это дело у нас обстоит вот в таком духе так лампы освещение выключаю видимость костей посмот единица на нампаде камеру можно выключить n панель screen cascade можно включить чтобы вы видели что я нажимаю ну вот теперь можно рассматривать и так предыдущая у нас раскадровка получилась вот таким вот образом вот так вот рот если открывается у него динамика смотрится вроде бы нормально конечно нужно тут еще дорабатывать корректировать но теперь нам нужно добавить верхней части вот этой тоже движение мышц будем давайте перепишем сначала первый кадр не нравится мне вот это дело так значит голову назад единица на нампаде и голову значит тройка на нампаде можно р чуть-чуть опустить а и локрот переписываем все это дело но у нас следующий кадр следующий кадр он тоже зеркальный выбираем первый кадр вот этот делаем шрифт д значит на 37 заменяем а первый кадр нулевой удаляем почему потому что я просто ползунок поставил не в то место и прописал к это покатровку единица на нампаде смотрим так что происходит я не прописал а и локрот ладно не беда бывает тройка на нампаде тут дело недолгое можно повторить так кадык вытягиваем чуть вперед а и локрот смотрим точно ли прописалось единица на нампаде нормально так теперь и эту покатровку выбираем делаем с fd и копируем на первый кадр смотрим что получилось он замер это не есть хорошо значит посередине добавим еще какую-то движуху значит р вот так голову поднимем а тройка на нампаде вот эту косточку именно самой головы чуть-чуть опустим так кадык кадык опять же вытащим вперед все нормально пока так и тот же эту косточку тоже можно немножко подать вперед а и локрот так здесь вот тоже меняем положение шеи потому что держать это все изогнуто получается и смотрим что произошло единица на нампаде ну вот малое движение создано ну и тут давайте опишем значит 18 кадр с fd на первый на нулевой вот какое-никакое движение создаётся но так тройка на нампаде что тут вообще происходит как жирафу его тут гнёт значит 18 делит keyframe смотрим что да как так так а здесь у нас голову можно тоже опустить а и локрот смотрим что произошло так здесь меняем изгиб на эр а и локрот ну и наверное все таки так вот этот кадр нужно двигать кейфрейм ну и тут шею значит эр выравниваем а голову тогда опускаем а и локрот смотрим дальше все прописываем теперь шею на на остальные кадры выбираем нужный именно кадр только прописан на шею а так shift d и ставим на все вот эти предыдущие значит shift d смотрим что произошло так единица на нампаде во создалась прикольная движуха но теперь нужно это все дело shift d еще поставить вот на этот кадр следом здесь он голову поднимает значит прописываем тройка на нампаде r голову опускаем кадык g вперед а и локрот все вот идет вот эта вот вся штука создалось движение скольжение тоже нормально так единица на нампаде и проверяем проверяем вот класс уже философский такой вид значит теперь создаем движение от тела так здесь будет статика здесь нам нужно создать динамику единицы на нампаде выбираем смотрим значит что можно сделать вот можно поиграть ключицами вот этими раз ключицу выше ключицу вытянуть а и локрот прописываем во как будто он дышит теперь создалась такая штукенция как будто у него расширяется грудь во нормально смотрим как это будет все воздуха набрал и опять ключицы сузились в центр круги плечи раздвинулись точнее и опять же вернулись назад по покатровке прикольно но вверх у него вот это головы вот это где глаза тут все у него очень значит сковано статично и вот на самой большой точке где он открывает рот это вот кадр 49 давайте создадим движение вот этих косточек G и вот эту косточку тоже G вытянем так также немножко приподнимем брови брови ну все нормально а и блок рот все это дело прописываем и что мы изменили запоминаем запоминаем те кости которые мы двигали выбираем их через шифт левая кнопка мыши и вот тут только они снимаем выделение щелчком мыши левой кнопкой выбираем все вот эти прописанные кадры точнее он один но там внизу еще кости прописаны shift D и ставим вот эту позу на следующий где-то кадра 3 так и смотрим что получилось опять же движение создалось еле заметно это не есть хорошо нам нужно теперь прописать еще побольше костей это выбираем вот эту косточку вот эту ну опять же вот эти так и опускаем все это G так еще вот эти значит надо выбрать G так и чуть-чуть их вперед как бы надуваем так опускаем значит создаем движение через слегка вот этими костями и убираем вот эти кости так пропишем а и локрот выбираем вот эти косточки потом следом вот эти мы выбираем мы кадр и делаем Shift D на следующий кадр мы это все дело дублируем так на кадр вперед дублируем и значит здесь он закрывает уже рот здесь у него должно все вернуться в исходное положение выберем с любого кадра те же самые кости Ctrl Z так и пропишем их вот с этого кадра Shift так это все снимаем выделение Shift D и на третий кадр и на следующий Shift D создалось еще вот такое движение движение так ну это как бы здесь резкий переход получается так значит возвращаем Ctrl Z Ctrl Z и копируем Shift D чуть подальше этого кадра вот сюда а здесь создадим значит промежуточный делаем поправку а и локрот смотрим что опять же происходит ну вот теперь брови чуть-чуть движутся так а здесь вот на этом кадре наверное вот эти дуги вот эти наверное две косточки остальные не надо нужно а так еще вот эти приподнимем слегка так а эти опустим прописываем короче вот эти вот все кости а и локрот смотрим что получилось нормально вот такое что-то происходит по корректировке так где у нас тут расширяется еще круть выбираем две ключицы вот эти и делаем Shift D на кадр наверное 48 и смотрим на 48 и на 40 так на 52 Shift D ну а там уже дальше значит где он начнет говорить вот здесь воздуха тоже должен как бы набрать воздуха он дышит говорит здесь рот закрыт он здесь тоже воздуха набирает медленно медленно выдыхает перед словом и начинает опять говорить так значит так значит нормально нормально вот такая движуха создается так здесь теперь что у нас рот открыт вот 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 он кадр находим где у нас уже записано вот это растяжение вот тут выбираем опять же вот эти кости все нормально и прописку делаем на какой-то на 80 кадр значит Shift D на 80 кадр так ну здесь слишком резко ну в принципе так и должен быть все нормально и где челюсть больше вот так открывается давайте сдублируем вот эту анимацию движение челюсти так где она у нас тут движется тоже открытый рот так по-моему 49 и копируем мы его на 80 с МТ так а лучше наверное пропишем заново так раз как будто заулаками поиграет чуть во а и локрот вот так а здесь у него открытые глаза вот они значит что нужно вот эти бровные дуги так вот эти и вот эти поднять повыше g ну и вот эту чуть чуть повыше третью во а и локрот так здесь он вроде бы как задумался и нужно ему тут чуть чуть закрыть глаза так это значит r глаза чуть-чуть закрываем и вот эти дуги значит синхронно чуть-чуть не надо их g опускаем опускаем вот эту часть тоже немножко опускаем ну переносицу расслабляем чуть-чуть а а и полк рот смотрим так теперь рот открытый на 86 на 86 натягиваем опять же вот эти все части вниз значит g так не это уже значит вот эти два отходят к верху и вот эти два отходят как бы в сторону так почему потому что рот растянут и получается вот такая вот движуха так ну и вот эти части тоже чуть-чуть заставим двигаться также можно немножко приподнять скулу а и блок рот ну и опять же смотрим вот создалось движение вот такие вот пироги вот так все это дело тут должно происходить делаться и вот уже он вроде бы как живее становится так что тут еще здесь у него получается должны перед разговором вот эти части быть опущены вот так эта часть должна быть расслаблена переносится тоже чуть-чуть расслабляется а и вот крут так а вот здесь уже здесь уже мы тоже вот эти должны опустить дальние так это глаз вот 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 эти управляющие кости значит мы их тоже расслабляем вот так можно даже скулы чуть-чуть вот так вот оттянуть и вот эту часть чуть-чуть расслабить так а и блок рот ну и опять смотрим постоянно смотрим что происходит чтобы дальше не уйти чтобы потом много делов ненужных не исправлять так ну все рот закрыт надо тогда и здесь ему тоже вот на этом кадре а лучше ctrl z выбрать вот эти два куба управляющих из предыдущего кадра shift d сдублировать на последний только вот этот куб надо немного чуть опустить он впереди всех идет или вот этот приподнять а и ок рот все прописка прошла рот закрыт мышцы расслаблены и бровные дуги в свободном таком тоже расслаблены так но это дело сделано так так сильно много тут не надо таких больших изменений потому что ну все таки таких эмоций сильных тут нет как вот удивление злоба допустим он просто ну говорит с эмоцией такой легкой эмоцией такой философская задумчивость что ли ну вот уже лицо живее стало ага а вот он косяк а косяк состоит в тем что вот это управляющая кость чуть-чуть вытянутее чем вот это а и вокруг смотрим уху 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 кадры на следующий g чуть-чуть опустим а и локрот так нормально все лицо вроде стало двигаться все не идеально но принцип уже понятен вот так все это дело работает долго шлифовать это все надо так ну а теперь моргание без моргания это никак так так на первой фразе смотрим вот здесь вот где идет фраза трястись начало здесь закрываемся с веки так тройка на нампаде выбираем наши косточки век r закрываем глаза а и локрот единица на нампаде так а на следующем кадре это 44 40 45 мы глаза открываем кройка на нампаде потому что моргание происходит очень быстро так ctrl z так что-то я не понял юмора тройка на нампаде еще раз посильнее закрываем глаза а и локрот и на сорок пятом они должны открыться тройка на нампаде тройка на нампаде r а и локрот смотрим что произошло локрот нормально потом добавляем вот вот так еще моргание потом подальше добавим так смотрим все нормально раз ух 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 так а что если так а вот здесь глаза должны быть открыты значит выбираем тройка на нампаде века единица на нампаде выбираем только веки открытые shift и подтягиваем поближе к морганию получается открытые закрытые открытые вот вот такая система все он моргнул возможно слишком быстро а ну ка джи все так нормально будет все классно так не идеал но уже классно это пока вот по первому там я уже буду сам доделывать без ролика так что еще можно сделать ему что еще можно добавить этому персонажу легкие дышат ну все вроде нормально ну вот такая где-то система настройки вот этих дополнительных мышц кстати по вот этой анимации я понял что в риг нужно еще вот здесь вот добавить по две косточки вот сюда вот выше рта выше верхняя вот эта губа тут еще должна быть цепь костей потом что еще должно быть так и вот эти косточки вот эти которые идут еще должна быть косточка вот здесь пониже вот на этом месте тут и тут и тогда будет еще лучше возле скул создаваться движение мышц это вот мышцу когда мы вниз ведем вы видите только вот эта часть движется а должна еще ниже вот эта часть тоже к челюсти идти ctrl z но это можно будет казается добавить подправить а давайте в этом ролике добавим так следом заходим в этот мод тройка на так единицы на нампаде что нам нужно сделать нам нужно так выбрать вот эту косточку сделать их shift d поставить его так пониже завести значит и и умышь вот сюда где-то так да вот чуть так давайте чуть-чуть отсюда пониже губы так вроде бы попала но не в меше заведем ее поглубже нормально эта кость отдельно будет подальше теперь выбираем так переключусь на этот вид выбираем низ этой кости и через shift вниз следующей кости так раз давайте давайте верхнюю и потом ее и английская F так наоборот ctrl z значит низ этой кости и через shift вот эту жмем F замыкаем вроде бы нормально так теперь придется здесь тоже ставить отдельно shift так вот сюда можно даже R чуть перекрутить выбираем тут теперь низкости и где у нас находится вот эта кости это значит F замыкаем заходим в object mode выбираем персонажа выбираем через shift кости ctrl p и и увы то автоматик виджет все это дело перевязываем выбираем только кости заходим в post mode и нужно их тоже так же провязать так где она находится это значит вот она кость стала так а ну-ка понятно понятно вот эту косточку на эту ctrl shift c stretch to ctrl z в принципе можно их и не трогать это надо сразу там с мешем вязать или отключить вот эти вот удалить настройки костей вот для этих костей так что еще можно сделать просто будем выбирать теперь так если мы вот эту кость убираем G вот все это дело движется нормально ну просто будем выбирать через shift вот эту еще косточку и тогда вот будет создаваться вообще классное движение вот она вот ну вот что то в этом духе теперь получается если мы выберем вот эти косточки найдем где открытый рот вот он и вот эти кости значит G чуть-чуть потянем вниз вот так то уже должен по идее быть вид получше так это значит G потому что движется вся вот эта часть есть есть такое дело а вот эта часть тогда тоже должна уходить в бок. Ну и попробуем прописать. Теперь выбираем только вот эти кости. Так, и добавим их, нет тут еще нужно вот эти кости поднять назад, это G, вот так. Всё, дальше эти кости не будут участвовать, потому что они не прописаны, нужно их тоже все прописать, заменить. Лучше добавлять, конечно, сразу в риг все кости. Лучше не нужно удалить, чем потом добавлять. Ну и смотрим. О, здесь уже движуха получше пошла. Итак, вот такая информация в этом ролике. Надеюсь, кому-то она все-таки поможет сделать какую-то анимацию. Я не зря это все дело здесь крутил-вертел. Всё, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok